Всем привет! Это письмо от подписчицы. Сейчас я его зачитаю, дам свои комментарии, буду где-то останавливаться. И от вас девушка тоже ждет комментариев, поддержки. Так что давайте приступим. Хочу рассказать вам свою историю, прошу зачитать ее анонимно. У меня были отношения с турецким мужчиной 3 года. Мы познакомились в Тиндере. Через 2 недели общения он приехал ко мне в Киев. Так начались наши отношения. Отношения были сложными. Как раз мы познакомились перед ковидом. Я очень его любила. Наверное, и сейчас все еще люблю. Мы часто виделись. Он приезжал в Киев, а я к нему в Стамбул. Отдыхали вместе. Бывали моменты непонимания. Он иногда пропадал. На это я, кстати, хочу обратить внимание. Это очень важный такой момент, которому, как потом покажет история, девушка внимания не придавала. Куда-то он пропадал у нее, да, периодически из общения. Это очень важно. Так, но в целом мы строили планы на совместное будущее. Часто он говорил о том, что хочет купить квартиру в Киеве. Он много путешествовал по миру, так как работа позволяет. Он работает в турецких авиалиниях. Жил в Европе как раз по работе. После начала ковида офис в Риме закрыли, и он вернулся в Стамбул. У нас разница в возрасте 2 года. Мне 37, ему 35 лет. Мы оба были в браке ранее. Он был женат на Азербайджанке. Бывшая жена и сын живут в Баку. А у меня в браке ребенка не было. Мы подходили друг к другу, и нам было очень хорошо вместе. Он познакомил меня с братом, со своими друзьями. При знакомстве я с ним очень... Я тогда очень плохо знала английский язык, и первое время мы общались через переводчик. Но мне так хотелось нормально говорить с ним, так что я выучила английский. Сначала это было общение и понимание друг друга по эмоциям, по взгляду. Но, наверное, именно поэтому у меня появилась к нему еще большая привязанность. Я научилась его чувствовать. Потом началась война. Я была в шоке. Поехала в Варшаву с подругой. В Варшаве я жила месяц, и после этого поехала в Анталию. Мы разговаривали. Я говорила ему, что мне негде жить, я не знаю, что мне делать. Вот здесь моментик. Смотрите, все типа прикольно, классно у нас было с ним, хорошо. Вы с ним в одной стране находитесь, в Анталии. Он живет в Стамбуле. И он вам не предлагает какой-то помощи. Я не говорю, что он должен был с вами сразу же жить. И может, у вас не такой уровень отношений был и так далее. Но в любом случае он как бы мог помочь вам чем-то, да? Оказывать какое-то содействие. Что девочки... Сейчас будет видео, знаете, я буду говорить о звоночках важных. Вот он важный звоночек, что вам нужна помощь. Он ее не оказывает, вообще не пытается, да, что-то сделать. Это его родная страна. Он здесь знает все. Он здесь знает правила, законы и тому подобное. И вы видите, какая реакция довольно-таки холодная у человека. На это обращайте, пожалуйста, внимание. Гостеприимный, воспитанный, культурный турок себе такого не позволит. Турки всегда готовы из штанов выпрыгнуть, но гостя принять или помочь, чем они могут. Они, господи, накормят, просто человека с улицы домой заберут. Ну, условно говоря, да? И, соответственно, вот это отношение, которое к вам было проявлено, для меня, когда я читала письмо, это очень было уже показательным. Я сразу поняла, что что-то здесь не то. Вот эта холодность, она довольно-таки странная. И этого не должно быть, если все как бы хорошо и нормально. Мы разговаривали, я говорила ему, что мне негде жить, я не знаю, что мне делать. Тогда он сказал мне, что живет с мамой, и мы не можем жить вместе. Раньше он снимал квартиру и жил один, но после того, как подняли цены на аренду, он из экономических побуждений решил переехать к маме. Он приезжал ко мне в Анталию, и все было бы хорошо. Я провела лето в Анталии и решила вернуться в Киев на время. Мы виделись в Стамбуле, и он мне предложил приехать в Стамбул. Смотрите, он мне предложил переехать туда или еще как-то помочь вам. Вот на что я обращаю внимание. После того, как в октябре начались обстрелы, я уехала в Стамбул. Я работаю удаленно. Из-за постоянных отключений света я решила, что это будет правильным решением. Так что я очень боюсь обстрелов, морально переносить это было очень сложно. Я сама, сама, к обслокам написано, нашла квартиру в Стамбуле. Он, конечно, пытался мне помочь, но делал все очень-очень медленно, потому что не хотел. Он делал это для виданий, от чистого сердца, потому что надо и потому что принято. Как бы вы, типа же, в отношениях надо это все тянуть и как бы оказывать вам поддержку и помощь. Для вида это было сделано. Я не могла столько ждать, и в итоге я нашла квартиру и подписала договор аренды. И началось самое интересное. Я думала, что, приехав в Стамбул, наши отношения станут лучше. Мы сможем быть больше времени проводить друг с другом вместе. Мы наконец-то поженимся, так здесь останавливаюсь. Это ваше уже личное ожидание и заблуждение было. Вы не обращали внимания на звоночки тревожные, на которые нужно было обращать. Это очень, как бы, это ваша вообще проблема, это ваши неоправданные ожидания. Потому что, если бы вы по-другому смотрели на ситуацию, обращали внимание на его действия, что он не шевелится, не пытается помочь и все такое прочее, то вы бы не ждали от него в тот момент свадьбы, сближения, когда вы сами переехали в Стамбул, сами себе нашли квартиру. Для вас бы это уже было показать, что ждать тут нечего. Вообще какие-то напряги происходят непонятные. И мне наоборот, надо насторожиться и иметь в виду, что что-то тут не то происходит. Быть аккуратной с ним. А вы все равно не замечали этого происходящего и ждали. Поэтому вам сейчас очень больно. У вас, скажем так, неоправданные ожидания очень сильно удалили. Я думала, что мы наконец-то поженимся. Мы столько раз об этом говорили. Сначала все было хорошо. Мы проводили вместе время, праздновали Новый год. А ссоры начались уже в феврале, как раз когда случилось страшное землетрясение. Он начал пропадать, блокировать, разблокировал меня. Это поведение мне казалось странным. Я пыталась поговорить с ним. Он всегда находил оправдание. Естественно, странным. Я бы вообще была в шоке. У меня отношения с парнем. Он раз такой пропадал раньше куда-то. Надо было спрашивать, куда он пропадает. А тут еще блокировать начал. Очень прекрасно. И еще меня очень беспокоило, что бесконечно звонила его мать, когда мы были вместе. Контроль такой начался. Это началось практически сразу, когда я переехала в Стамбул. Раньше она его так не контролировала. Звонки были постоянные. Контролировала она его всегда. Меня это очень удивляло. А в марте я летала к своей подруге в Бухарест, и он хотел полететь со мной, но я не захотела. Потому что он хотел поехать только на выходные, а я оставалась на целую неделю. Поэтому он остался в Стамбуле. А после я вернулась, и все было как всегда. А в апреле он заблокировал меня. Просто без причины, без ссоры. Просто человек взял и заблокировал. Я обиделась. И я не хотела ему звонить и искать его. Он, конечно, мог и раньше меня заблокировать, но такое обычно бывало при ссорах. То есть, видите, практика, тенденция. Он сбегает, блокирует. Надо было вообще этим раньше, скажем так, вопросом, скажем так, задаваться. Это все можно было так не затягивать, если бы вы ему дали ультиматум. Будешь меня еще блокировать, когда ругаемся, я вообще с тобой мириться больше не буду. И, по сути, скорее всего, ваши отношения, наверное, на этом бы и закончились. Но вы этого очень сильно не хотели. Вы пропускали эти звоночки. 4 июня я узнала, что он женился на Турчанке. Я увидела фото в Инстаграм у жены его брата. И я не была на нее подписана, но знала ее аккаунт и случайно увидела в сториз. Мой мир тогда просто рухнул. У него было отношение не с кем-то. У него было отношение не с кем. Это было видно и понятно. Мне вообще всегда казалось, что он из категории людей одиночек. Он любил тишину, спокойствие, был заядлый холостяк, который не стремился к браку. Это он вам таким пытался казаться. Я всегда понимала, что мы поженимся, но нужно было время его додавить. Вот ключ. Я знала, что мы поженимся, нужно было время его додавить. Когда давят? Когда человек не хочет. Это не про любовь и про счастье, а не про здоровые отношения. Потому что надо додавить. Чтобы надавить, чтобы получить то, что я хочу, а не то, что хочет другой человек. Вот он ответ очень простой. Раз вам надо было давить, сцепляться или держать что-то, поэтому вы не замечали звоночки и пренебрежение какое-то себе. То, что он блокирует, пропадает. И такое все вы упускали, закрывали сознательно на это глаза. Потому что у вас цель была додавить. С мамой у него была просто нереальная любовь. Он всегда делал все, что она скажет. Он до сих пор не нашел слов, чтобы написать мне, чтобы извиниться или хотя бы что-то сказать. Я просто подавлена. Сначала я узнаю про его брак. Через неделю мне нужно было переподписать контракт на аренду квартиры для продления вида на жительство. Иммиграционная служба запросила новый образец контракта. А владелец квартиры у нотариуса сообщает мне, что аренду переводит в долларовый эквивалент. Я была не готова платить 850 долларов за квартиру и приняла решение вернуться домой. Во-первых, мне было очень больно. Во-вторых, ситуация с квартирой меня просто выбила из колеи окончательно. Я вернулась домой с разбитым сердцем. Мне до сих пор очень больно. Я планирую вернуться в Стамбул осенью, так как начнутся отключения опять света. Галя, дайте, пожалуйста, совет. Как так можно было врать, как можно было пользоваться. Я не могу подобрать слов. Человек, которого я очень любила, просто предал меня в самый сложный момент моей жизни. Мы очень подходили друг к другу, и я в нем души не чаяла. Я не знаю до сих пор, как такое возможно. Отрезав от эмоций все, я понимаю, что это мать нашла ему невесту, женила от греха подачи, точнее от меня. Семья у него закрытая, хотя он вообще неверующий человек. Пост держит, наверное, для мамы. В мечеть он не уходит. Наверное, по праздникам или когда мама скажет пойти. Галечка, пожалуйста, поддержите меня, очень тяжело. Давайте девушку поддержим. Знаете, чем я могу поддержать и сказать точно? Что в подобной ситуации оказываются и турчанки, и не только вы. Первое. Давайте не будем перекладывать на его маму. Не надо его обелять. Я говорю, что он такой замечательный, классный. Он просто такой, знаете, тихоня, очень любит маму. Делается, что мама сказала. Да, это правда, но это не основное. Здесь я повторюсь миллион раз. С прицелом пистолета никто в ЗАГС никого не ведет. Девушка там прикрепляла фотографии еще в письме. Там была фотография с его свадьбы, по которой она узнала, что он женился. Знаете, на фотографии улыбающийся счастливый парень стоит, у которого сегодня свадьба, и очень симпатичная жена у него. Ни разу не расшоренная, в прекрасном открытом свадебном платье, с прекрасной укладкой, прической. То есть, как бы все окей, в порядке. Я могу предположить, как вот житель здесь, поведав всяких историй и общения с турками, могу предположить, что там было. Скажу честно, что, скорее всего, у вас аноним он сразу водил за нос, и эти отношения у него были долгими. Не то, что мама ему нашла и заставила. То есть, здесь бывают такие скоротечные свадьбы, но реже. Тут больше встречаются год-два, для этого все равно нужно. Мне кажется, что он, скажем так, с этой невесткой был, скорее всего, знаком. Какое-то общение, может быть, они на время расходились. То есть, там, скорее всего, были мутные какие-то отношения. Изначально вы уже были, скажем так, вошли в отношения, когда он не то с ней расставался, расходился, возможно. И в тот период он нашел, скажем так, вас. Затем, когда узнали родители, мама, и какие-то условия выдвигали. В общем, это не так, чтобы он вас любит. И тут же нашлось место в сердечке его для еще одной женщины. Или его заставили, бедного, несчастного. Я думаю, что это было еще до вас. Очень часто такие истории. Турки очень любят тяжелые и болезненные отношения больные. Когда они вступают в отношения, расстаются, встречаются, мирятся, других заводят, потом опять сходятся. Это вообще обычная история. Турчанки попадают. Вы не одна, вы можете быть на этом месте. Турчанки тоже бывали на вашем месте. Я знаю такие истории. Вот когда попадают. Вот в эти периоды, когда тот с кем-то расстался, потом решил заново встречаться. Да. Я знаю парочку девчонок турецких, которые попадали в такие, скажем так, ситуации, что они узнавали, что их парень там женится. Вы узнали, правда, пожестче из Инстаграма, что там фотку увидели. Ну, у меня знакомая узнала о том, что ее избранник, с которым они, кстати, были долгие, вот нездоровые отношения, то вместе, то не вместе, то-ту-ту-ту-ту-ту, вроде бы помирились снова. Он раз и женился вообще. То есть откуда-то вообще из-под коряги выпала какая-то другая турчанка, за которую он вообще женился. На самом деле он играл двойную игру. Родители его были в курсе. Я думаю, мама вашего избранника тоже была в курсе. Да, она не захотела вас принимать. И просто поспособствовала, поддавила где надо на его отношения для вот этой свадьбы, которая, скажем так, ну, как сказать, появилась, да. Но это не внезапно появившаяся турчанка. Я думаю, что он с ней вообще уже давно где-то общался, или она была приближенная к семье. То есть это не первый встречный, поперечный, сторонний человек. Для закрытой семьи тоже важно, чтобы человек, который входит в дом, как-то его узнать. Тут тоже не из бухты барахты такие свадьбы бывают. Какое-то доверие должно быть. Поэтому, скорее всего, вас изначально водили за нос. Вот уже про любовь и вранье, да. Вот такой тихоня, вот такой наглый, вот так себя плохо повел, поступил. Это отвратительно. Мне очень жаль, что вы попали в такую ситуацию. Но я знаете, чем я вас могу поддержать? Тем, что вы не одна. Это не потому, что вы иностранка. Есть такие подлые. Они бывают во всех нациях, во всех странах. Это не все у нас. Господи, ну давайте будем, приведем пример. Я могу привести пример из своей страны, да. В России куча историй, когда у мужиков две семьи, а его женщины даже не подозревают. Одна жена гражданская, одна официальная. Он летает в командировке, живет на два дома. Я лично знаю такого человека. Знала, как минимум, раньше, что у него такое есть. Ну и что он, что турок? Нет, чистый русский обычный мужчина. То есть это есть вообще везде. Не надо придавать, честно скажу, значение национальности и менталитету. Но да, у турок это почаще встречается, побольше. Они очень искусно врут, хитренькие, красиво умеют говорить, под кожу залезть. Поэтому, да, они как бы в этом плане, назовем так, опасны. Но это только опыт. Давайте будем брать из этого опыта самое важное для нас, уроки какие-то. Вот для вас урок проверять, знакомиться с родителями, не только с братьями и сестрами. И не надо давить человека до свадьбы, потому что мы не давлением замуж должны выходить, составлять союз, а любить друг друга. Это должно быть обоюдно. Не надо никого додавливать, заставлять и переделывать. Если мы оказываем какое-либо давление или продумываем какие-то планы, как зацепить, заинтересовать человека, то тут не про любовь история, а по принуждению какому-то. Это не несет за собой счастье. Это не стерпится, слюбится, свыкнется или еще что-то. Вот, надеюсь, знаете, я вам скажу, на этом мужчине Турция вообще не закончилась. Поверьте, есть нормальные, адекватные турки, которые ведут себя хорошо, не обманывают. Да, такие есть. Мой муж, например, тому примеру, но он уже занят. Но вы тоже можете такого найти. Просто обращайте внимание, вот на эти всегда звоночки, то, что я сейчас в видео отмечала. Не пропускайте это мимо ушей, это важно. Как показывает практика, это очень важно. А вот, если будут вопросы, пишите в комментариях, либо какие-то темы, на какие нужно снять видео, пожалуйста, тоже пишите. Поддержите девушку. Честно скажу, каждая могла оказаться на ее месте. Серьезно говорю. Здесь такое не редкость. Турчанки даже так попадают. Хотя они одного менталитета с местными мужчинами, и то такое бывает. Так что, к сожалению, да, вы попали в неприятную такую статистику. Но давайте возьмем просто из этого опыт, сделаем выводы, будем жить дальше. И на вашем пути еще встретится, неважно какой национальности, с какой стороны вообще мужчина, который просто будет вас любить за то, что то за вас, такую, какая вы есть, за то, что вот такая, какая есть. Принимать вас целостно. И вам не придется его куда-то додавливать или что-то от него ждать. А все будет обоюдно и вовремя. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Присылайте ваши... В инфобоксе под видео есть почта. Присылайте ваши истории для публикации на канале. Пожалуйста. Анонимно. Если вы хотите консультацию психологически, то напишите теме письма консультации. Я вышлю вам условия. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.